Вопрос такой, а вот касаемо родной партии, какая ситуация сейчас? Современную ситуацию нужно оценить, наверное, с того места, откуда она вообще началась. Моя личная, своя родная партия была учреждена в 2005 году. Я написал, что я учредил свою родную партию после того, как прошли курсы Академии развития родовых поместьй, которые проходили в Кирове. Сформированная Академия была академиком. Виктор Яковлевичем Медиковым, он, кстати, сосед Алексея Никитича Баркова, вот здесь вот. И вот мы находимся на поместье тоже, родовом поместье, отца Андрея Алексеевича Баркова. Здесь вот мы обычно встречаемся с друзьями, решаем вопросы. И вот сегодня тоже, когда мы встретились, мы поняли, что ситуация действительно в родной партии такая напряженная. Она идет по пути или развала, или стагнации, или просто, я называю, безобразия. То есть по образу партии должна быть образная, по образам дедушки. Центральный комитет партии должен быть и исполнительный центральный аппарат. А у нас пока рулит нашей партией, так называемый ФКС, властный центр, сформированный по образам, похожим на другие системные партии. Даже системные партии уже некоторые, как, например, «Единая Россия», она включает в свой центральный комитет 1200 человек. А у нас 9 человек, я тоже как участник ФКС, в котором состою, решает вопросы за 1600 человек. А по образам дедушки в этот орган центральный, руководящий, должны входить или все члены партии, или все десятники. То есть на данный момент нас должно быть в центральном комитете нашей родной партии 160 человек. Ну и, наверное, вот этот перекос, который сложился, узкий круг людей, совет или коллеги, как называют наши сейчас другие руководители партии, как раз ведут к тому, что небольшая группа людей решает за всех. Те люди, которые хотят повлиять на управленческие решения партии, они этого не получают. И даже сами первые деятели, организаторы партии, как Демидова, на втором съезде избираются съездом 86 человеками, избираются заместителем руководителя партии, как и Перминов. Лидером партии избираются Владимир Николаевич Мегре на съезде депутатами. Они оказываются не у руля партии. Почему? Потому что появляется другой маленький властный центр в количестве 9 человек, и который начинает реально управлять процессами, минуя вот этих людей. И те люди, которые приезжают на съезды и пытаются дать какие-то управленческие, стратегические направления, они не слышаны. Почему? Потому что ФКС, властный центр утверждает, что решение нужно заранее подавать за 30-40 дней, за 2-3 месяца. Минюз должен увидеть наше уже готовое решение за месяц. И потом на съезд просто приходим для того, чтобы утвердить то, что ФКС уже заранее обговорил, заранее принял решение. И поэтому делегированные делегаты приезжают, голосуют за то, что узкая группа людей принимает какие-то узкие решения. Вот поэтому, если вот этот переказ, если не убирать, не переходить на Вече, если не перейти к тем образом партии, которые в книгах описаны, к нормальному действующему центральному комитету, состоящему из всех членов партии или из всех десятников, и не нанимать наемный аппарат, который, центральный аппарат, который не имеет права принимать управленческие решения, то, соответственно, мы не будем соответствовать образом родной партии, которую передал нам дедушка Анастасия. Вот структура партии, какой она должна быть? Потому что дедушка говорил только про десятников, он же про сотников ничего не говорил. И обязательно на слово, чтобы не было единого властного центра, чтобы было народовласти, мечевая форма управления. Должен быть центральный комитет, куда входят все члены партии или все десятники, и наемный исполнительный центральный аппарат. Решать все вопросы мы должны, используя современные средства связи, то есть интернет. Моя попытка была собрать эти интернет-съезды, провести их в жизнь, когда я работал в ФКСе, активно, через родную ведрусскую школу, куда мы собрали 460 с лишним человек. И в принципе 160 человек спокойно могут прийти, все десятники туда, и все должны, могут принять решение. Мы можем на реальные съезды, которые требует система, собираться только для утверждения тех вопросов, тех задач, которые мы заранее в интернет-съезде методом ВЕЧа решили бы. Я думаю так, что любой вопрос, который нужно решить, который сейчас текущий стоит, нужно поднять вопрос, например, по ОНФ, и все люди, которые желают в этом участвовать, съезжаются на интернет-съезд и решают, кто, что, каким образом действует, как взаимодействовать с властями. И то же самое по другим целям и задачам, которые мы определяем. Основная задача нашей партии – это создание условий для возвращения энергии любви семьи. И ни одного такого решения съезда еще по главной цели партии, например, современный ФКС, не проводил. И мероприятий ни одного крупного брачного слета не проводил. Регионы некоторые пытаются эти мероприятия проводить где-то на уровне региональных фестивалей, съездов, брачных слетов. И поселения некоторые, которые активно, гармонично развиваются, такие как Светлые, у нас вот в Ключевском, в Алтайском крае, проводят постоянно эти брачные слеты, слеты половинок, и разрешают эти задачи. И ищут совместным методом ВЕЧа задачи по созданию условий для возвращения энергии любви семьи. А мы сейчас увлеклись одной задачей – узаканивания Родины законом. И пошли решать вопрос, как нам сделать федеральный закон. Но тоже нарушая последовательность, которая обычно принята в юридической практике в нашей стране. В нашей стране сначала издается указ президента, потом в книгах написано, вносится соответствующая поправка в Конституции о родовых поместьях, потом только мы должны перейти к изданию федерального закона, потом региональный закон должен выйти, такой, который вышел, как в Белгороде, потом уже постановление местных советов. И дальше мы пошли работать по миру, резолюции мировых общественных организаций, как ШОС, БРИКС, ООН и так далее, где бы могли продвинуть мы идеи. А тут, получается, если мы не достигли внутри еще согласия путей достижения, не путей или образа, решения задачи, цели какой-то, мы выходим в общество. А между собой еще разлад. И, соответственно, вот этот разлад виден и в самой родной партии, и в самом движении «Звенящие кедры России». И, соответственно, нас не понимает и тот же ОНФ, и другие структуры. Они спрашивают, вам гектар нужен или не менее. ФКС утверждает, не менее. Наша группа сотворения закона о родине утверждает, что нужен гектар. Книга говорит, что гектар. И вот эти позиции даже по таким простым вопросам, по размеру участка земли, выводят в смятение, в недопонимание органов власти. Если заранее мы не обговариваем вопросы, нет интереса ездить на съезды. Вот на наше региональное отделение партии уже на три съезда уже не ездит. Нет интереса съездить на съезд. А вот то, что дедушка Анастасия сказал по структуре, если бы вопрос был поднят, назначено было в бече в определенный период, мы в интернете сумели бы собраться и решить любые насущные вопросы. Что делать-то сейчас? Можно всем активным людям нашей партии в роли десятников войти в ФКС. Чтобы решение принималось не девятка современная, или там шесть человек уже осталось, наверное, я вышел из работы ФКС. Михайловская вышла, сейчас Феденистова участвует активно. То есть шесть человек решает за 1600 человек. И хотя бы вот эти все региональные координаторы, все руководители различных рабочих групп, если войдут в состав даже действующего ФКС, то вот эта большая группа людей уже не дадут возможность ошибиться. То есть не дадут возможность пятерки, шестерки решать вопросы уже за большое количество людей. Или если мы все-таки кинем клич и создадим сначала систему десятников, сначала и каждого десятника пригласим туда для работы в ФКС, то мы можем тогда уже не ошибаться. И то же самое там с членами ФКС должны быть, я думаю, что и руководитель фонда Ладилова, и Владимир Николаевич Мегре, и медиков, и активные организаторы всех поселений. И, соответственно, вот эта группа людей, я думаю, что могла бы определять стратегический курс нашей родной партии. А в чем должна быть польза нашей партии? Вот этот вопрос задают многие сейчас на встрече в Министерстве и институции, в ЦИКе, ОНФе, в район, когда мы приходим, в главе администрации. Вот мы должны показать, что у нас есть уже новый образ жизни, образ новой цивилизации, которая зарождается в родовых поместьях. Мы должны показать уже свою продукцию, которую мы изготовили вот в родовом поместье, и в горах написано «Дивномеде», мед, качанный 21 августа, наши даты. И с удовольствием многие чиновники уже покупают такой мед. Они с удовольствием покупают овощи, фрукты, которые мы произвели в наших продукциях. Они видят разницу с любовью выращенной продукции, которую они уже сейчас готовы принять. Без химикатов, только на органике. И эта продукция, вот сейчас только прошедший фестиваль позитивного творчества в Геленджике показана, была выставлена многими помещиками. Я увидел с радостью сейчас, что приехали ребята из Самары, приехали ребята из поселения Светлой Республики Татарстан, приехали ребята-предприниматели из поселения Солнечная Поляна из-под Томска. Вот мы представляли свой мед. Хорошо я реализовал, в принципе, за один день работы, продал меда почти на 5000 рублей. Это показывает людям заинтересованность нашего общества, то, что мы можем принести пользу. Точно так же у каждого чиновника есть семья, дети, внуки. Они сейчас оторваны от работы, имеют большие средства. Но такой продукции, которая без ГМО, не выкуплена где-то в заграничных магазинах, в супермаркетах и так далее, получить не каждый может себе позволить. Сколько уже на поместье меда получается? Ну, у меня где-то сейчас уже в этом году до около полутонны. У моих соседей Сергея Помазанова, Леши и Юрина уже в пределах от полутора до двух с половиной тонн. Пкачка еще продолжается медом. Мы качаем его один раз на медовый спас. После 14 августа этот мед выкачан 21 августа. И таких пчеловодов в нашем поселении 13 семей из 18 зимующих. Это только один вид нашей продукции. У нас еще производятся и помидоры, и огурцы, и чеснок в больших объемах. Пошли сейчас сухофрукты. Многие купили вот эту новозеландскую сушилку из Идри. И многие вегетарианцы, сыроеды. Спрашивают нашу продукцию. И когда мы приезжаем на такие ярмарки, с удовольствием приобретают такую продукцию. В этом мы видим пользу. И самая главная польза – это то, что наши внуки и дети, которые произрастают на земле, уже не видят, видят уже другой образ жизни. Видят чистую экологию, видят прудик, видят теплицу, видят пасеку, видят дом счастливых родителей, дедушек, бабушек, которые уже живут на своей земле и эту радость передают своим детям и внукам.